Здравствуйте, дорогие друзья! Рада вас приветствовать на нашем канале, посвященном виноградарству и винодели. Зовут меня Светлана, я биолог по образованию, виноградарик по призванию. Наша коллекция составляет более 250 сортов и гибридных форм, и нам есть чем с вами поделиться. Сегодня мы с вами поговорим о том, что делать, если не просыпаются молодые саженцы винограда. Для весны это вообще частая ситуация, но в этом сезоне вот прям много-много вопросов, поэтому снимаю отдельное видео. Значит, у нас есть как бы две ситуации. Первая. Мы посадили виноград прошлой весной, он рос-рос, но была очень плохая осень, и некоторым виноградарям очень не повезло. У них пришли морозы в начале сентября, понятно, лоза была не вызревшая. Вот эти молодые растения поморозило, но непонятно, как они пережили зиму. Сейчас они не просыпаются, многие думают, что они погибли. Ну и в принципе вопрос, да. Есть ли шанс, есть ли надежда и что делать. А второй вариант, это мы посадили виноград осенью, вот пришла весна, пока что он не просыпается. Вот эти две ситуации мы с вами сегодня и разбираем. Первое, что мы должны запомнить, да, это то, что разные сорта просыпаются по-разному. Кто-то уже может быть большим, кто-то еще только-только наклевывается почечки. Это раз. Второе. Второе. Несмотря на то, что сегодня на календаре 20 мая все равно тепло наступило недавно, почва стала прогреваться недавно. И если большие кусты, мы еще защищали их от заморозков, да, там получился разгон. И в принципе у них большая корневая, они пошли туда, где тепло. То вот молодые, мы их посадили на какую глубину, там они пока что и сидят. У них не было шансов прийти туда, где им комфортно. Соответственно, особенно если кто-то любитель глубокой посадки, кто-то смотрит на южных виноградарей. Ну, надо ждать. Потому что земля должна прогреться, вот этот молодой пойдет расти тогда, когда земля прогреется. Все, пока ей холодно, а она еще не совсем прогрелась, то растение может тупить. Опять же вопрос, а одно проснулось, второе не проснулось, садил одинаково, зимовали одинаково, садил в одно время. Возвращаемся к сортовой особенности. Раз, и второе. Каждое растение индивидуально, как дети, рожденные в одной семье и, простите, кушавшие с одной миски, развиваются по-разному, имеют разный характер и все остальное. Ну, чтобы было нагляднее, мы сейчас пойдем, посмотрим несколько примеров. Еще смотрите момент. Если, допустим, в прошлом сезоне у вас вот эта вот часть усаженцев не вызрела, либо вызрела плохо, то вот здесь у основания достаточно много почек. И вот я вам показываю примеры. То есть вот это высохло, а здесь пошло в рост. Вот, смотрите, на втором вообще пошло раз-два. Вот здесь почек много. Тут даже третья вот может пойти маленькая. И если вы при посадке, как мы обычно советуем, вот эту часть заглубляете немножко в землю, то там все должно сохраниться и нормально пойти в рост. Единственное, что на пробуждение вот этих почек, как правило, нужно больше времени, чем если бы почки были вот здесь. Ну, это, кстати, отнюдь не означает, что это будет слабое сажение, что он будет плохо расти. И при нормальных условиях, как бы, при хорошем уходе, при тепле, все может очень даже замечательно пойти в рост. И совершенно не исключено, что и вот это, и это за сезон у вас вырастут. И на метр, и на два, и хорошо вызрюют. Вот еще такой же пример, смотрите. Вот. Только-только почечки начали просыпаться. И вот еще второй сажениц пока что не убрала. Вот этот. Они высажены были. Ну, горшочки высадили в одно время. И понимаете, у этого уже вот так. А у этого... Сейчас, где наш фокус? А у этого пока вот так. Ну, опять же, показываю в этой же баночке. Смотрите, какие замечательные пошли корни. То есть вот сейчас он нарастит вот эти корешки, и верх очень быстро пойдет в рост. Главное, чтобы было тепло, была влага. Все, больше ничего не нужно. А вот еще два замечательных примера. Даже в случае гибели вот этой части, да, ну вот, ну не вызрело. А если у нас там не была срезана нижняя почка, причем срезана под ноль, если мы ее просто сковырнули, там запасные могут пойти. Смотрите, что мы получаем. Идет рост с нижней почки. И тоже сейчас создать нормальные условия, все будет хорошо. Ну, видите, разница. Опять же, высаживались в одно время. Один вот такой, второй вот такой. Третий может еще спать, но немножечко времени, и они пойдут в рост. Посадки прошлой весны. То есть они весь сезон росли, и вот сейчас начали просыпаться. Буду показывать много, и сразу обращаю внимание, вот что нужно сделать. Смотрите, мы их откопали. Да, то есть не просто, они были землей присыпаны у нас песком. Мы убрали курганчики, и откопали, чтобы вот там лучше прогревалось. Для вот таких молодых саженцев посадок прошлого года, это очень актуально. И смотрите, ну вот, почечка, вот по сравнению с ручкой, видите, да, вот эта только просыпается. А вот рядышком, да, вот расстояние между ними, тут сколько? Два-два с половиной метра. Видите, какие здесь уже побеги? Тоже сажены в одно время. Ну, практически одинаково росли. Тем не менее, вот такая разница. Вот тоже малыш. Могте стараться, чтобы вам было видно. Ну, видно, видно. Хоть и солнце яркое. Вот две почечки, причем, видите, они пошли от основания. Хотя вот эта часть вроде бы была, вызревшая, да, и смотрите, вот уровень земли. Да, проснулись почки. Вот эти. И если вот сейчас вот здесь было бы засыпано, то вот эти почки, они бы проснулись позже, потому что пока до них дойдет тепло, пока до корней дойдет тепло, и пока они пробьются наверх, на это тоже уйдет время. То есть вот, если сейчас он такой, было бы закрыто, мы бы ничего не увидели, они бы пробились, ну, возможно, недели через две, через три. Тут уже. Опять же, от погоды зависит, от условий. Вот еще пример. Опять же, разница. Да, вот такой саженец, и вот такой. Ну, разница очевидна. Опять же, обращаю внимание. Вот так уровень земли. Вот еще один малыш. Смотрите. Вот, вот, почка только-только-только тронулась. Вот, смотрим уровень. Вот, такой же пример. Причем, обратите внимание, лоза, да, толстая, хорошая лоза. А вот, почки только-только пошли. Вот там, вот там. Ну, еще только просыпается. А кто-то, наоборот, уже большой. И в прошлом видео, когда я рассказывала, вот, как мы вышли из заморозков, и показывала молодежь, показывала, как мы раскапывали, то некоторые, прям, вот, побежиками, листики уже, ну, из курганчиков, с песком, торчали, да, они уже вышли на поверхность. Ну, видите, одни так, вот, другие так реагируют. Все, просто принять. Еще один пример, который, хотела вам показать. В прошлом году, крайне плохо рос. Саженец выкопали в горшок. и, в принципе, горшки оставили на веранде. То есть, и морозик шел, ну, далеко не благоприятные условия. сейчас выставили на улицу, чуть-чуть полили. и, и смотрите, вот, а если мы еще немножко поможем, да, и стартануть, путем сообщения дополнительного тепла, в конце концов, тоже никто не мешает, рядышком, немножко там черного спонбонда постелить, да, чего-то черного, если это один-два кустика, чтобы еще больше притягивать тепло, чтобы еще больше аккумулировать, бутылок коричневых несколько, положить вокруг, да, и еще сверху прикрыть, ну, тем же спонбондиком. Вариантов очень много. Вот это тепло дать, и виноград он очень отзывчив. И теперь, что делать? Первое, я вам уже сказала, разрываем, делаем ямки, откапываем наши саженцы, особенно, если вы их заглубили. Даже если и не сильно заглубляли, сейчас им надо тепло. Откопали, раз, сверху можно спонбондом через дужки, можно отрезанную 5-литровую бутыль. То есть даем еще дополнительное тепло. Да, вроде сейчас прогнозы погоды уже такие более-менее, но еще не жара, поэтому лишнее тепло не помешает. И если у вас достаточно сухо, полив, тоже будет стимулировать рост. Все, вот это три вещи, которые вам нужно сделать. И набраться терпения. Самое основное, что я хотела вам сегодня донести, не спешите, наберитесь терпения, не делайте преждевременных выводов. Сортовая особенность, раз, еще слишком рано, и бывает так, что даже вот среди лета, просыпается, при этом нормально может вызреть глаза, и нормально растение себя чувствует. Да, так бывает. Поэтому делаем те минимальные шаги, которые я вам сегодня озвучила, набираемся терпения, ну и все должно быть хорошо. На этом я с вами прощаюсь. Большое вам спасибо за просмотр. Подписывайтесь, ставьте лайки, пишите комментарии. Под роликом, нажав кнопку еще, ссылка на каталог наших сортов винограда и наши контакты. До новых встреч! До новых встреч!